до сих пор листья не сбросили сейчас я с вами усядусь куда-нибудь вот и немножко продлим разговор в каком плане вот я говорил что я вбиваю гвозди в гроб классического садоводства это садоводство приняло уродливая форма и сегодня мы с вами выкопаем еще вернее выдернем пару саженцев этих самых уродов которые называют почему-то карликовые подвои вот а сейчас начинаем издаля дело в том что хоть колновидки привиты на них хоть просто карликовые деревья привиты на эти карликовые подвои не к ночи быть помянуты хорошо еще утра вот результат один и тот же колновидка превращается все равно в разлапец и карлик если они калечить а если калечить умирает основа у них одна и та же палка воткнутая землю у которой выращены искусственные корни это сделано для того чтобы дерево большим не росло идиотизм заключается в том что это уже торгашеский интерес торгашеский чисто торгашеский а надо чтобы покупали эту дрянь надо это касается колновидок тоже и касается просто карликовых деревьев надо убедить общественность в том что им не нужны росло и мощные деревья вот посмотрите на вот эти колновидки 1 2 и вон там 3 да вот это 5 5 полнометров 3 моих роста это точно вот даже выше чем 3 моих роста и урожаи средненькие как у любого дерева это самое и еще раз я вам скажу самое главное издаля начинаю вынужден вот они колновидки никаких супер урожаев не может быть кроме отдельных лет перед смертью почему существует листовой аппарат существует площадь листьев запомните раз и навсегда вот почему то этого не знают люди у которых на плечах такие погоны что даже неудобно говорить и это что от этого от площади листьев которая занимается фотосинтезом которая является солнечными батареями и зависит урожай так вот это так как этого не удается достичь не удается достичь колновидок видите какие они разлапистые не удается достичь колновидок что формы колновидок то есть одна палка и больше ничего увешанная плодами то что вы видите в отдельных самых в статьях в отдельных фотографиях это все уродство рассчитано на один год почему потому что не соответствует количество листьев не соответствует и площадь листьев урожаю вот а еще есть еще и горшке нарисует заметьте я не оговорился не сказал вырастили нарисует то за эту предательство за эту ложь подлость это чистое воровство ваших денег это воровство вот а теперь смотрим на колновидку которая вылезла на подвое на корневых отводках сейчас я вам их покажу вот прошли года вот она выросла урожай как урожай ничего особенного и другого быть не может есть ветки замещения видите ветки первого порядка второго третьего иначе быть не может представим себе что сейчас это было бы а давайте подойдем к молодежи потому что молодежи как бы еще не известно что будет я наперед скажу что будет далеко уйти не удалось еще раз пять шесть метров так и колновидки с рынка когда-то рассказывал же в двух фильмах что мы с сергеем ради того чтобы срезать верхнюю часть привой и посадить на свои собственные сибирки на свои собственные подвое не эти дебильные мы купили два саженца и посадили тут один за три года стал вот таким вот дал два невкуснейших яблочко вот все что он дал неудобно называть сорт это значит дискредитировать того кто создал сорт потому что явно вранье вот хотя бирка есть но не буду даже вам зачитывать то сказал что то что здесь висело это есть сорт вот это выкормил за три года поверьте мне друзья на большей части россии кроме самых южных районов самых южных областей вас ждет вот это чудо во всей основной россии вот вот это чудо никогда не накормит никогда это чудо росло три года вот то есть ему уже наверно года четыре если от рождения вот это второй вот так выглядит вот вот тут действительно мы смогли срезать чтобы перепривида на сибирку так и то что осталось дало побег вот он побег замещение ну понятно пройдет 10 лет появится первое яблочко вот лучше вот похуже давайте сравнивать сейчас мы с вами идем я уже камеру отключать не буду сейчас мы с вами найдем какой-нибудь молодежь у меня прям питомники растет уже два года плодоносит продолжение вот одно из этих двух что вы сейчас видели не помню какой так вот перенес еще не знал какие будут плоды а сейчас и вырубать жалко как чемодан без ручки потому что плоды не это не соответствует но колонновитка чистая питомник мы не пойдем видите не могу а мы сейчас с вами идем во первых а вот они знакомьтесь хозяйство вот это было привито вчера или позавчера так поставлено в тень вот это прививки яблонь вот они видите на корневые отводки сибирки они выкопаны в лесу можно взять у руки можно вот видите вот ее корни видели это корневые отводки все до единого с этим понятно теперь значит они занимают как бы промежуточное положение между сеянцевыми сибирками и сибирь и этими палками которые пророщенными и так презрительно называю мы сегодня и будем еще выдергивать а пока сейчас найдем где-нибудь молодой деревце я вам объясню почему они имеют перспективы колонновитки даже у меня вот я мог бы тоже бросить людям голову меня два мировых рекорда вот по урожайности и по высоте колонновиток так так но я этим не горжусь я если бы я так говорил либо сибирки рвали бы из руку торгашей а это обман подлость и предательство ну вот попалась годом раньше показывал умею кстати ведь от корня пошла вот она натуральная сибирка видели да вот смотрим сюда вот значит очень выражая сожаление когда самый крутой после кичины который уже на том свете садовод россии именно по колонновиткам учит вот так вот делать колонновитки таким путем вот видите вот зацветает да и вот зацветает нет эту ветку на которой когда-то повисит целое ведро яблок вот много не повисит все-таки колонновитка вот я должен уничтожить собственными руками я просто ай вот эта ветка вон она аж оттуда я тоже должно уничтожить то есть предатель колонновитность теперь смотрим да это сибирь вот до плодовое образование здесь подвергается страшной опасности и ни о каких 15 годах плодоношение одной и той же плодовое образование одной тоже плодовой почки которая становится плодушкой так называемого смотрите вот она видите вот так видно или так может лучше видно вот она не может быть и речи понимаете она никогда она в сибири может плодоносить год-два смотрите да у меня на ней было всего два яблока фильм предыдущего года вы видели надеюсь видели вот уже здесь гола вот здесь еще есть образование к плодовое но которая уже поверьте мне здесь 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 никогда не дадут яблочко вот вот это участок это первого год первый год был он второй год и он третий если вот три года вот вот это будет парочка яблок вот тут все меня какой речи что от земли будут плодоносить беспрерывное это все понимаете несколько удачных снимков вот плюс удачнейший садовод вы знаете есть такое понятие например мировой рекорд да вот кто-то взял прыгали я помню на 240 дальше писал следить наверно уже кто-то прыгает на 250 и вот кто-то прыгнул на 250 он спортсмен он здоровый как бык он это прыгучи да вот а остальные способны прыгнуть среднестатистический гражданин да он на полметра прыгнет у него это самое порвутся связки на ногах потому что он не прыгал 10 20 30 лет нельзя повторить эти рекорды да есть такой садовод уникальный но он со своей пропагандой вот доносит страшный вред он всех не обеспечен настоящими саженцами хотя он выдающийся да вот не обеспечен а на рынках хорошо вовремя вспомнил значит я надеюсь что мы с вами на рынке найдем классические колновидки чистые настоящий 100 процент колновидки пользу от них будет не больше тех что мы видели вот те две малюхонькие которым уже по три года вот даже а теперь что думать я думаю какой я герой вон у меня плодушка вот это а им три года уже вот вот эти две зацветут вот эти две зацветут так вот а это колновидки вот дальше на корневых отводка которая приближает кладношение до предела колонид эти при корневой отводки или просто корневые отводки это часть взрослого дерева у них нет возраста почему у меня и я не раз показывал яблони доцветает на первый второй год на 3 это уже сто процентов вот потому что они не имеют возраста вот то что мы видели вот прививки на земле да там сотня-две прививки одну мне несколько минутами раньше они мгновенно зацветают они закладывают почки первый же год и вот что получается даже у меня даже вот эти самые дадут здесь будет яблок от пяти до десяти я заранее говорю вот и все вот эти вот образование видите они есть они живые теперь можно вы думаете будем ждать когда они зацветут никогда уже не зацветут это штамп я своих кучу этих самых не буду уже ладно назову 12 мои постулата штамп не приспособлен для рождения плодовых почек плодовых веточек этих так называемых копенцов шпор и прочих разное название у них разное немножко строение не приспособлен он сразу практически на большей части россии становится вот таким и когда переносится на вот такие вот да еще желательно чтобы он вот такой был вот вот то есть обыкновенный дерево превращается вот сюда переносится плодоношение есть шанс что хотя бы будет просто нормальный обычный карлик не более того со средненьким плодоношением вот для большей части территории россии колновидность это миф туфта и прочие радости жизни вот по-другому не скажешь у них почему они вот так вот разделяются потому что у них отмирает верхушечные почки просто отмирают верхушечные почки поняли отмирают верхушечные почки жаль не дотягивать туда видели отмирают верхушечные почки вот и в результате каждая из них это у меня еще максимальная колновидность то есть еще хоть чуть-чуть похоже а на самом-то деле если бы она была чуть послабже по двое сибирка спасает она давно или погибла бы или стало бы ну вот такие вот какие вот такие вот вот поняли да я надеюсь что я сказал все или почти все значит повторяю еще раз плодовое образование никогда не дадут 15 лет урожая да еще вот на этом участке вот свое время раздули сенсацию настолько заработали на этом настолько вот внушили столько надежд люди потеряли огромные деньги десятки лет потеряли вот и когда я год за годом здесь тоже уже счет пошел на десятки лет толдыча об этом но уж кто не знает про это про меня про мои уже крупнейшие газеты печатали мои статьи караул спасайтесь от колновидок вот печатали до фильмы тишина хоть бы кто сказал да уж товарищ да вон у меня она вся такая как-то картинки прям облеплена ой какое это тишина полная это при том что уже знает об этом сотни тысяч людей мое мнение и результаты редкие рекордные урожаи а на общем фоне все равно ниже среднего все равно не хватает морозостойкости вот так вот это я железов говорю вот поэтому сергей ник железов никогда не вырастет на продаже ни одной колновидки вот это удел тех кто гонит туфту на юге да это колновидка на север это автоматом становится туфта не еще раз не выдержит плодовые веточки плодовое образование вот эти шпорцы капица и прочая вещь они не выдерживают морозов не может она это у нас же вспомните ведь вот свежий письмо гостевой за 40 градусов было под восковь какие к черту капица если это колновидки они все они может быть дерево живо но все плодовое образование мертвы сто процентов если плодовое образование мертвы на центральном штампе который это и должен плодоносить то куда дереву податься давать вот такие вот разветвления и тут же приказан уничтожить и тот кто приказывает их уничтожить рассчитывая только на сам не будучи это то есть ему нужно как увидели вы мой фильм где колновидные эти самые деревья были вот так вот обезображены то есть все ветки боковые отрезаны и вот это вот казнь была названа колновидностью представляете это тоже самое что кошки или собаки от отрубить хвост а потом сказать что она родилась без хвоста вот этот дурь дичь который преследует нас с вами поняли друзья я надеюсь уже не могу спокойно говорить ведь обман продолжается только бы сегодня бы заставить на рынке да делюсь вами секретом когда на рынке там бы стать продавец если еще они не проданы если они есть вот я их просто попрошу посмотреть я не буду ругать при нем вы заранее увидите что вы заранее видите вот такой толщины подвой так а к нему сбоку вот такой раз в пять в десять по диаметру меньше будет вживлена почка в бок бок так а вместо того отрезанного дичка будет страшная рана вот такая и корни корни мы сейчас все вернемся по изучаем немножко выдернем пару еще раз еще раз говорю корни одинаковы одни и те же практически используются может быть разваливание разное но принципе сам принцип один и тот же палка сводкнутая землю от которой вырасти искусственные корни которые никогда глубже метра не уйдут а значит однажды все замерзнет пойдем разбираться до конца ну что пойдем последний гвоздь забивать знаете куда или последний будет на рынке жалко ветер поднялся возможно меня плохо будет слышно сейчас мы с вами из классических классическая это означает что у нее особые корни сейчас покажем и особые в общем карлики которые должны были заменить огромные деревья по принципу лучше иметь 20-30 карликов чем одно дерево такой какой у меня растет вот кто-то людям мозги до того промыл промыл ну какой же выдрать то вот очередная это мертвый 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 вот все что есть вот это вот выросло за два года две последние зимы самые теплые за тысячи лет заметьте это означает что все должно было бы расти я вам показывал яблони мои вон они растут 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 абрикосы растут пока видно плохо потому что листой мало когда листа поднимется сразу станут два раза большие как бы и вот казалось бы яблони которые должны быть самым разустойки из разных видов вот так выглядят ну что операция по ну жертву 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 поехали вот попробовал я выдрать сейчас попробую двумя руками хорошо тогда мы сходим за лопатой выкопаем все таки за два года корни впились капитально поищем еще одну жертву за толку не дали все мы поняли да практически мертвый вот это чудо может его то есть такое же чудо да вот его попробую выдернуть удалось удалось ну что вот это чудо вот это он обломался пока я удрал шанс у которого ноль выглядит вот так сейчас мы найдем чистое место и посмотрим на него повнимательнее вот что нам прислали нам прислали вот это вот которая за два года корни расти не собирались представьте себе что это у нас же морозы то все равно сибирский ходит самая теплая но все равно сибирский да вот смотрите вот этот торец он всегда есть центрального корня нет и программы не предусмотрено эту палку воткнули еще раз потому что не все смотрят все мои фильмы вот здесь вот прям вертикально росла розничок вот это вот почку вот это вот почку вот эту вот почку как же показать то что видно было вот она она вживлена была сбоку и после этого долго растили крым из крым там тепло вот эти корни там хватило а теперь представим себе снега нет и как эти корни должны себя чувствовать центральный корень не предусмотрен вот корец еще раз говорю это была палка еще раз полюбовались на эту саженец который я отношу к искусственным уродом выращенным для изъятия денег вот и я вам объясню что касается он и колновидок и просто саженцев почему потому что если это у нас карликовое дерево которое попало по недоразумению не по разумению с крыма в сибирь и часто попадает не только в сибирь но и другие не менее холодные места это север европы это дальний восток это урал вот шансов все это 0 это карлик так вот если вы а на рынке мы с вами надеюсь найдем настоящий колновидки увидите что они такой же принцип у них да у них между узле гораздо гораздо более близко расположены и глядите этот выглядит вполне прилично теперь я уже на последнем остановлюсь помните я стоял рассказывал там где говорю что они вот так вот распушаются что если это предательство отрезать боковые побеги он был полтора моих роста это его родной брат то есть они росли рядом но если тот остался на том участке то этот переехал сильно отстал в росте видите вот на перее способствовал чему на нем больше плодовых почек видите вот они плодовые почки вот плодовые почки вот 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 плодовые почки так вот плодовые почки вот плодовые почки но принцип тот же уже оголяется низ не дав ни одного яблочка так уже оголяется согласны и если мы когда видим красивой снимки там яблочки густо-густо растут как облепиха то эти сказки только для юга или или это компьютерная графика почему потому что вот это всегда происходит со штампом через два-три года он прекращает не только плодоносить он вообще прекращает на нем расти ветки это штамп на нем в догонку уже не растут вот если только верхушку обрезать тогда может дать побеги боковой ног тогда это уже вовсе и не колон видная яблоня вот стать вот видите засветает да приказано отрезать эту ветку я всегда думаю чего ради как идея ради красоты что на штампе все должно плодоносить ну и сколько тут на штампе осталось ну давайте смотреть вот это еще заплодоносит вот это все это уже пошел третий год а потом будет тоже самое вот это все оголится чудес не бывает сказок не бывает оплодошение вот здесь опять расстроится так вот пойдет вот еще обычный карлик разницу практически благодаря этому и благодаря корням корень искусственный возраста не имеет а точнее имеет возраста дерева отсюда быстрое закладывание почек первый второй год казалось бы плюс но долго не держится еще раз говорю я уже не знаю сколько раз говорить и мы с вами заговоре если я найду на рынке колновидки которые видел вчера и который мне поверли в шок вот польза будет такая же как и тех что я на том участке показывал помните которые мне по колено вот это понятно и по результате сколь мы с вами заговоре я не смогу при продавцы говорить всю правду поняли да вот но теперь осталось показать что же железов то такой вредный если ты столько наговорил зачем же ты вырастил вот эти вот подходим вот чудо правду колновидки за один год выращены школа железа да вот конечно конечно получается пошел второй год и ни одной плодовой почки не зацвело вот скорее всего чудес не бывает вот так вот вот так отмерзла верхушка несмотря на теплую зиму видели вот отмерзла верхушка несмотря на теплую зиму и отсюда пойдет вот так или как сказать поняли да теперь у меня проблема делюсь с ней вами я сейчас посажу также на холмик мне есть на чем менять вот только сейчас я выдрал из земли на ваших глазах эту дрянь да вот их можно садить густо посмотрите это справедливости скажу чуть ли не придется веточка нормальная хотя какая черт нормальная из крыма поэтому я им дам еще шанс колновидки садят через метр и даже садят пусть через 40 сантиметров через полметра в общем вот эти две колновидки я пристрою но я на ваших глазах с вашим участием провожу эксперимент они практически одинаковые еще раз смотрели на эту на эту я потом отложу камеру что я сделаю вот я выбираю здесь где-нибудь примерно мне нужно делать сильную обрезку я объясняю на примере колновидки касается любого дерева абрикосы сливы вишни персика хоть чего хоть даже эту акации с тополем значит если мы пересаживаем даже здесь давайте посмотрим на корни он они торчат нарушены я вас прошу и нарушены господа садисты значит уже сейчас если даже мне удастся ни одной пылинки не потерять то есть разрежу вот покажу вам ком так земли наверное он будет нормальный ком раз это держится в нем саженец так посажу и я вам скажу что вот здесь начинается сокращение жизни дерева здесь внутри начинается гнение с первого дня посадки с первой минуты посадки об этом до меня не знал ни один человек на планете если знал то почему молчал вот я должен делать любому дереву обрезку сильнейший выбирает таких случаях вот это все лишнее не выкормится чем выше тем хуже кормится а потом когда начинается отсыхание или замерзание после пересадки вот никто понятия не имеет что сюда просто сок не дошел сок не дошел сок не дошел поэтому вопреки мнению многих специалистов вопреки массовому мнению что жалко до слез я говорю плачьте нарежьте вот тут он будет обрезан так и вы скажете а что ж тогда от колонны останется а вот то и останется вот эти вот плодовое образование превратятся востовые у них программа еще не поздно еще весна программа сработает и здесь будет обыкновенный карлик вот карлик пойдет но корням достаточно будет поработать так что этот карлик отрезанный вот здесь и вот это вот большая часть листика веществ и жизни вот этот карлик будет выкроен сто процентов и здесь внутри загнили не будет поняли и что я делал альтернатива фактически а жертву этим саженцам можно наоборот этот обрезать тот оставить не невредимым вот я еще даже еще и не решил какой именно они практически одинаковые и после того когда посажу я резать не буду почему да по моим понятиям это неправильно я жертву им потому что он должен хуже развиваться но зато сохраняется колновидность представляете вы уже не держитесь за сердце господа садиста когда я говорю что я вот этот саженец прекрасно уничтожу половину кроны вот тут то вы не держите за сердце ура железо оставляет весь но оставляю только ради эксперимента растения будут рядышком вот тут вот если будем живы и по крайней мере я буду жив вот а вы тем более молодежь я уже молодежи обращаюсь то мы со временем увидим результат да я вам сразу скажу тот который я не обрежу я вот есть вот два года назад когда закладывал сад это посадка два года назад я его не обрезал давайте найдем верхушку верхушка ау хушка где ты вот она вот она верхушка видите она даже как будто кто-то жевал вот именно из-за того что она всегда замерзает верхушечная почка из-за этого пошел вот такой вот чудесненький а уже не к этот самый обрезать все боковые сохранив только вот так вот идиотизм полнейший господа причем я всегда удивляюсь когда-то серьезные люди об этом пишут серьезные достигшие результатов вот но неужели вам ради того чтобы продать саженцы изувеченные с этими самыми сранами на кольцо ради этого вы получите всех совершенно невиновных ни в чем людей перед вами не виноватых перед страной заслуженных работящих учите уничтожать деревья отрезая боковые ветки ну как не стыдно вот еще раз когда я приду на рынок там будут вот такие вот корни вот такие корни а будущее саженцы вот такое будет неважно колновидный он или просто карлик ну что я пошел посажу пока эти два в горшках там посмотрим